Протокольные поручения Комиссии по безопасности дорожного движения в районах выполняют нехотя практически на каждом селекторе. Кого-то, как говорится, ставят на вид. Вот и на этот раз позиция с обустройством пешеходных переходов вызвала больше вопросов, чем ответов. Если к Троицко-Печорскому и к Нежпогодскому районам претензий вообще нет, то к столице Коми они существенны. Более 80% от общего числа пешеходных переходов оборудованы в муниципалитах Инта, Буктыл, Печора, Сыктывдинский, Прилузский, Сыцарский районы. Менее 20% пешеходных переходов приведено в соответствии в Выжимском, Удровском, а также в городе Сыктывкаре. В 2019 году запланировано нанесение разметки термопластиком на пешеходных переходах в Сыктывкаре, а также в Ухтеев-Коргородском районе. Отсутствие правильных пешеходных переходов провоцирует большое количество ДТП. Именно на них происходит каждое десятое такое происшествие. Если брать глобально, половина из двух с небольшим тысяч всех пешеходных переходов в Коми сегодня вне закона. При оформлении ДТП, произошедших на пешеходных переходах в 2018 году, в 86 случаях из 109 зафиксированы недостатки. Основные из которых это отсутствие дорожной разметки, дорожных знаков, неудовлетворительное содержание в зимний период. Аналогичные недостатки фиксируются и в текущем году. Еще одна странная особенность – несогласованность планов районных властей по обустройству дорожной сети с ГИБДД. Сколько и на что потратят муниципалы, никто не знает. Даже сегодня на селекторе из представителей Сысельского района эти данные вытягивали едва ли не клещами. Для того, чтобы выполнить все замечания, у нас сегодня заключено три контракта. Первый контракт – это по круглогодичному содержанию дорог. В рамках этого контракта у нас будут выполнены работы по ремонту картами. Сумма там запланирована порядка 1,2 миллиона рублей. Второй контракт – это дополнительный. Сегодня работа по этому контракту завершается. Сам порядка 2 миллионов рублей у нас направлено на ремонт. Важная часть подготовки к учебному сезону – обустройство республиканского автобусного парка. Ежегодно в республике к месту учебы и обратно перевозят больше 5 тысяч детей. По данным регионального министерства образования, на всех маршрутах работают опытные и квалифицированные водители. Сейчас для всех школ наступает самая жаркая пора – получение лицензий и разрешений на маршруты. Крайняя дата для всех – 20 августа. Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал Юрген Сыктывкар.